МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иван Киселев, барабанщик и трубач группы, и Стас Власов, барабанщик группы Кэтчерс Грув. Ребята, привет! Привет! Что-то вы так скромно улыбались. Очень приятно. Я хочу, чтобы вы для начала рассказали тем телезрителям, которые, может быть, не совсем еще знакомы с вашим творчеством, с вашей командой, как все начиналось, как давно образовалась ваша группа. Нам интересны все подробности. Есть предыстория, есть уже история именно этого состава, этого формата. Если предысторию взять, все начало из хоккея. И как-то пригласили просто работать, озвучивать матчи хоккейные. Вот именно ударным шоу. И как-то так начали выступать, стала появляться программа, а мы выступали только там. И как-то нам стали люди подсказывать, а почему вы в других местах не выступаете? И как-то так неожиданно появился заказ очень большой. У нас не было ни названия еще. Это перед Новым годом. И нужно было срочно что-то делать, да, с этим? И это нас активизировало. И вот мы с ребятами сделали программу, сделали первое выступление. Был корпоратив такой крупный. Причем это была администрация. И все, и после этого старт такой пошел. Начали работать. Это было три года назад. Насколько я понимаю, вы по сути единственная в городе команда, которая именно в подобном формате, да, такое барабанно-музыкальное шоу устраивает. Это на самом деле, я думаю, даже не в городе, наверное, в Приморском крае такого формата. Или, может быть, даже на Дальнем Востоке. Потому что, ну, лично я не встречал, когда исследовал эту тему, я не встречал на Дальнем Востоке такого формата. Стас говорил по поводу еще, как это все начиналось. То есть это была предыстория. А именно вот проект, который сейчас у нас есть, именно то, как мы его видим, как мы его сделали, наверное, каждый из нас в определенное время долго думал об этом. Потому что до того, как мы собрались именно в этот проект, мы даже со Стасом как-то встречались, общались, я говорю, было бы интересно, Стас, да, я тоже об этом думал. Потом вот этот вот заказ как-то появился, и вот появилось то, что есть. Вообще, мы так переживали, но новый формат, то это нас подобного, он ничего не делал, и мы как бы не то, что боялись, ну, зайдет, не зайдет, как люди это воспринят. И, слава богу, как бы есть площадки, организаторы, которые уже несколько лет нас постоянно приглашают. Ну, так приятно очень. Миш, ты хотел дополнить, да? Да, я просто забыл уже, что я хотел сказать, но ничего страшного. Я думаю, Ваня помнит. Не, я могу дополнить, что, допустим, для меня это было вообще все просто. То есть позвонил Стас, говорит, завтра играем, там, через неделю, да, и все. То есть за неделю мы быстро собрали там что-то, приехали, сыграли. Умей играть на трубе, взял трубу, сыграл на трубе. То есть Миша взял, распаковал тромбон, стали плясать, Стас стал крутить палочки, назвали это шоу. Да, да, и все понеслось. А, вот что я хотел. Посмотрели на ютубе. Помнишь, мы же поначалу думали, как так? Как люди будут смотреть, там, слушать час или два, допустим, на сцене. Дни барабаны. Барабаны там, ну ладно, даже с духовыми инструментами что-то. И в определенный момент мы поняли, нам нужен, нам нужны песни. Нам надо ближе становиться к народу, более понятными. И мы начали делать кавера на разные музыкальные какие-то хиты, которые любит народ, который танцует. И вот это прям вообще зашло народу. И теперь мы пришли к тому, что у нас есть кавер-программа. И сейчас мы делаем свою музыку, делаем свое творчество. Пишем песни, делаем аранжировки. Больше в песни ушли. Так и есть. Ну, то есть, какие-то проигрыши, элементы барабанов там присутствуют. В дальнейшем духовые будут обязательно. Мне кажется, это такой хороший, здоровый, совершенный этап развития хорошей музыкальной группы, когда в какой-то момент понимаете, что вы способны творить что-то свое. Правда? А кто у вас отвечает? За тексты, за написание музыки или как-то все вместе это делаете? За тексты у нас вот отвечает человек. Посередине которых стоит. Вот это вот. Музыку, в принципе, тоже почти Миша делает. У меня есть, как получается, у меня есть текст, есть какая-то мелодия, какая-то гармония. Я прихожу к ребятам, говорю, вот что-то есть. Они начинают включаться, начинается какой-то процесс. Есть такой момент, когда вот у меня, я уже полностью вижу песню. Я вижу, я узнаю, как она должна быть. Тогда я прихожу и говорю, ребят, вот так вот я как-то подумал. И они уже дополняют. А есть, когда мы все вместе садимся и просто с нуля начинаем делать музыку вместе. В этом еще помогает нам человек, который занимается сведением музыки, записью. Валера, как-то про батюшки его. Очень хороший человек. Хороший человек Валера. Хороший человек. Валера, спасибо тебе. Валера, спасибо тебе. Он помогает. Нет, на самом деле, вот, ну, когда стабильно работаешь, с годами появляется команда. То есть помимо вот нас троих, да, есть еще люди, которых никто не видит, но они делают очень много. Вот, как говорит сам продюсер, да, у нас Валера, такой человек дорогой для нас. Мы его искали, ну, не знаю, несколько лет думали о таком человеке, который ему было бы интересно. Он нам сводит, помогает тоже в аранжировке. И мы отправляем ему, допустим, какой-то сырой материал. Он нам что-то советует, там даже что-то прописывается, там сам клавишник. И вот человек нашелся, Влад, который тоже в медийном пространстве сейчас нам помогает заниматься. Ну, это все как бы за идеи. Людям это интересно. Это командой обрастаем потихоньку. Человек нашелся, который тоже готов нам с этого шоу делать, прописывать. Ну, к этому мы и идем. То есть вы стремитесь к тому, чтобы замечательная музыка с барабанами, трубами дополнялась еще и светом? Это действительно очень эффектно. Это вообще, мне кажется, нам, что надо вот акцент на это такое прям очень хорошее сделать. У нас на самом деле обязанности есть у каждого отдельные. Вот, допустим, там, Миша, да, у нас такое более за творчество, ответственный человек, там, стас, там, организация. Вот, а у меня, допустим, там, более техническая сторона. То есть все футажи, там, по звуку, там, где-то что-то слепить, там, все это собрать. То есть, ну, на это тоже надо время. И силы. И силы, да. И желательно отдельного человека, да? И желательно. Ну, вот этим я, допустим, занимаюсь, да? И вот помимо этого, если еще и будет свет, это вообще будет круто. Да, Ваня, Ваня видеоряд делает, то есть под каждый трек, если есть экран на сцене, под каждый трек идет видеопрописанное. Ну, как я их делаю там? Знал бы человек, который занимается видеорядами, и сказал бы, что я их делаю. Он просто их творит, можно сказать. Если бы я их прям реально бы делал, тогда я бы их делал. Ну, вот мы узнали, да, очередной секрет хорошей командной работы, когда каждый занимается чем-то отдельным и делает это здорово. Насколько я знаю, у вас пока альбома нет, но есть синглы, их четыре, да, если я не ошибаюсь? Пока четыре сингла готовых. Готовы. На данный момент, да. Но еще в копилочке что-то три. Два инструментала, два, две вокальные. В копилочке есть обязательно. Так же у вас есть клипы, расскажите о них. Сейчас расскажи вам. Да, есть три клипа, все это на ютубе есть. Первый клип мы сняли, а с кем мы сняли? С оркестром? С хоккейной командой мы сняли. С хоккейной командой и молодежной командой Сусуристска Тайфун. Называется, нам дали лед бесплатно на Фетисове и команда Сусуристска приехала, целый автобус. Ну вот, там все это как бы бесплатно совершенно. И ребятам с хоккеистом тоже было интересно. Правда, они когда вышли на лед, на леды стоят барабаны. Они такие, это что, а что будет? Да, они не знали, они приехали просто на тренировку. Да, они приехали на тренировку. И испугались, да? И тут три человека в тельняшках стоят с барабанами. Их еще заставили быть нами, то есть им дали маски, заставили кататься. Потом по сюжету мы должны были взять клюшки и кататься. Но так как я, допустим, не умею кататься, это было бы очень долго, то мы одели просто троих хоккеистов, примерно похожих на нас. И они, значит, с клюшками и с этими тельняшками катались в масках. Может, этот клип покажут на эфире. И как раз вот эта музыка, она изначально под хоккей записывалась. И как раз в видео тоже все эти элементы используются. Нам хочется делать какие-то видеоклипы, не просто ради видео, да? Что-то такое необычное. Ну и с танцорами репетировали, да. И вот третий клип у нас с духовым оркестром. У нас есть дирижер, что замечательный, Павел Александрович. Он сделал аранжировку. Полгода мы, представляете, там в оркестре человек 20, еще плюс мы танцоров потянули. Мы, нас было, нас не трое, там 7 человек. То есть это человек на 50 в общем. Это всех собирают на репетис. Ого, я даже не представляю. Причем это ведь не просто надо играть, это надо еще движение делать. Но у вас получилось. Да, и вот у нас как бы желание было на футбольном поле снять это. Мы договорились на одном футбольном поле. Вот там неожиданно мероприятие появилось. И за несколько дней пришлось на другом арендовать. Потому что переносить уже нельзя было. Все договорено, столько людей задействовано. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с группой Catchers Groove. Ребята, сегодня такие времена настали, что есть возможность у различных музыкальных групп, в том числе и в городе Владивостоке, естественно. Я сейчас не говорю про центры, а именно про регионы. Не только петь в заведениях, как это было раньше, городских, но и как-то интересно развиваться, делать какие-то проекты. Порой они совместные, порой это что-то оригинальное. Ну а в данном случае, в принципе, команда, конечно, оригинальная. Но тем не менее, может быть, вы где-то участвуете. Что-то может быть в планах. Расскажите об этом. Ну планы у нас есть. Наверное, их можно назвать грандиозными. Вот, но, наверное, самое главное сейчас для нас это создание EP-альбома. То есть это EP, это значит, как бы такой демо-альбом, в котором будет не 15, допустим, треков там, а 7-8. Вот. Это самая такая глобальная задача. И обязательно нам нужно снять 1-2 клипа. То есть, чтобы у нас было такое полное портфолио. Вот. Потому что клип, который относится именно к такому формату, как к клубному, у нас два формата, да. У нас есть формат с подвесными барабанами, маршевыми барабанами, когда мы дефилируем на каких-то официальных мероприятиях. Есть второй формат, это, ну его мы так называем, это клубный формат, это такой концертный формат. Вот. И именно для такого вот формата последнего нам нужно снять обязательно клип. Все это мы планируем на, примерно на май. Ну, хотелось бы. Вот. И еще очень грандиозный план. Мы хотим сделать небольшой тур по городам Приморского края, небольшим городам Приморского края. Вот. Ну, вот хотелось бы вот именно вот это. Ну, это такие ближайшие, я так понимаю, проекты. Ну, да. А вот про то, участвуем ли мы в каких-то проектах или с кем-то сотрудничаем, вот Стас больше знает меня. Ну, по планам я чуть дополню. Дополню. Вот в этом году хотелось, да, осенью, так, в планах есть сделать тур, да, не только по городам, так же и по поселкам, то есть районные центры, да, есть. Там Михаловка, Покровка, Камень-Рыболовка. Такие совсем не крупные, да? Ну, туда мало кто ездит. В принципе, мы сами здесь, в Приморском крае, это родились и… Хочется поделиться своим талантом и творчеством. Да, и вот как бы сделать тур, хотим здесь большой сольный концерт сделать, может быть, в октябре. И хотелось бы в ноябре съездить на запад, поучаствовать в международных драм-фестах. А так же есть возможность выступить там в столице и в Московской области. Хотя, ну, мы планировали в прошлом году, но так как перелеты, все это, ну, не дешево обходится. Вот, сейчас готовимся туда. Вот, участвуем на данный момент, да, в одном крупном телепроекте. И что самое интересное, у нас вот есть сингл «Небеса». Этот сингл стал гимном этого телепроекта. Было для нас приятно. Причем он, вот он только вышел. И сразу стал. Да, ну, это, ну, и человек один услышал и сказал, вау, это как раз песня подходит под этот телепроект. И мы такие, берите, используйте. Вообще, вообще, на самом деле, все четыре сингла, которые есть, они стали участниками вот этого проекта. То есть, они все используются там. Ну, и для нас это, ну, конечно, приятно и это здорово. Да, так же в Бродвее участвовали и в прошлом, позапрошлом году. Мы зашли до полуфинала. До финала, к сожалению, не прошли. Это был очень интересный опыт для нас. И такой рывок. То есть, был стимул репетировать, заниматься, делать что-то новое, показать людям. Не просто качественную игру, но и шоу. А вообще, вы много репетируете? Все-таки барабаны это... Ну, раз в неделю стараемся стабильно репетировать. Расскажите, может быть, о каких-то интересных моментах еще в судьбе группы. Я знаю, что у вас была очень необычная поездка. Такая бывает не у каждого музыкального коллектива. Да, ну вот, я думаю, Иван расскажет про эту поездку. Просто я дополню, мы ездили не то чтобы группой. Мы работали в то время все вместе в одном оркестре. Потому что мы учились вместе и жили какое-то время тоже в одном общежитии когда-то. И мы поехали вот. Отлично, мы на паруснике Надежда направились на Манилы. В Манилы, на Филиппины. Мы тогда еще только строили мост. Кстати. А сколько вы были в пути, получается? В пути мы были долго. Мы были не только 20, больше. Два дня, что ли, но в пути были. Три недели почти. Мы пока туда шли, там красили. Красили, шамбанили. Просто он остановился, да. Самое классное, когда мы шли-шли-шли, уже корейский пролив прошли, стало очень тепло и сломался кондиционер. Закончился фреон. А когда мы жили обратно? А на улице 50 градусов, понятно, жара. А обратно, когда мы почти дошли до Владивостока, он подчинился. Ну это так всегда бывает. Расскажи, классный поезд. Или можно я расскажу? Помнишь, когда нас затопило? Было классно, когда корабль на бок лег, потому что был шторм внезапный резкий. Была ночь, и мы ночью все попадали с полок. Было страшно. Пошли вылазить, смотреть, что там происходит. Да, и в это время просто вода в открытый... Вообще, я расскажу, пожалуйста, расскажу. Я сплю, просыпаюсь от звука, такой шелестящий звук, я думаю, что происходит? А я проснулся на одной стороне, а там кровати так сделаны, чтобы человек не упал. Я на втором ярусе спал. Я, ну ладно, спрыгиваю, значит, я на пол, и чувствую, что я приземлился в воду по щиколотку. И тут мне стало страшно. Было жарко. Чтобы как-то спастись от жары, Ваня лег на пол. Я это помню. Он лежал на полу, потому что там хоть как-то дуло. Я смотрю, Ваня спит, а у него уже ноги в воде. Мне кажется, это сон. Это не сон был. Я такой, я такой, боже, кто открыл? Почему не закрыли люк? Оказывается, нас наклонило на бок, был хороший ветер плечный, и мы плыли... И мы черпали в иллюминатор воду. Но мы там все вытерли, быстро встали, выбежали. И там эти курсанты, они там... Первый курс курсантов, которые ни разу еще... Толком не поднимался туда, они там закатывали эти паруса, это было что-то... Ночью. Это было... Ну вы просто обязаны снять когда-нибудь подобный клип, пережив такое все вместе. Да, ну и середичек, еще чуть-чуть. Я просто в другой каюте был, у меня такое запомнило, что мы остановились в Японском море, и вот сказали, все, можете купаться. И мы в открытом Японском море, там такая вода, это я вот как кисель. Купался. Ну, я же думаешь, мы шакула там с правой... Ну, то, что дельфины нас обгоняли там, корабль тоже... Да, дельфины были, и очень прозрачная вода, то есть метров пятьдесят ты видишь, ну, рыб каких-то, больших рыб там, то есть... И на самом деле, к чему это мы все говорим, что мы не просто там коллеги, да, и это... Потому что кто-то на чем-то умеет играть, мы первонаперво друзья. Вот, мы уже десятилетиями знаем друг друга, и это дорогого стоит. То есть я могу с большой буквы сказать, что мы команда. И я этим горжусь. Ну и, собственно, свою дружбу и понимание вы доказываете своим творчеством. Я, кстати, предлагаю сейчас показать нашим телезрителям, на что способна команда Catchers Group. Я надеюсь, вы сыграете у нас в студии. Обязательно. Сделайте такой подарок. Спасибо большое, ребята, что пришли к нам. Спасибо за разговор. Желаю вам удачи и воплощения всех надежд, желаний и планов. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная, а прямо сейчас на восьмом канале группа Catchers Group. Тишина, пустота Я знаю, ты ждешь Я знаю, ты одна Нет сил, чтоб молчать А помнишь, когда-то могли мы мечтать Пауза за паузой, шаги за спиной Весь мир мой Твой Пауза, точка, в которой нет воздуха Пауза, строчка, в которой нет повести Пауза, и для тебя, и для меня Это не новости Пауза, точка, в которой нет воздуха Пауза, строчка, в которой нет повести Пауза, и для тебя, и для меня Это не новости Не закрывай мне глаза Давай начнем опять с самого нуля Нет сил, чтоб кричать Может быть опять начнем мечтать Пауза за паузой, шаги за спиной Весь мир мой, твой Пауза, точка, в которой нет воздуха Пауза, строчка, в которой нет повести Пауза, и для тебя, и для меня Это не новости Пауза, точка, в которой нет воздуха Пауза, строчка, в которой нет повести Пауза, и для тебя, и для меня Это не новости Пауза за паузой, шаги за спиной Весь мир мой, пауза за паузой Шаги за спиной Весь мир мой Пауза, точка, в которой нет воздуха Пауза, строчка, в которой нет повест almoh Пауза, строчка, в которой нет полности И пауза, и для тебя, и для меня это не новости Пауза, точка, в которой нет воздуха Пауза, строчка, в которой нет полисти Пауза, и для тебя, и для меня это не новости Пауза, и для тебя, и для тебя, и для меня это не новости